Сообщение о пожаре на Таифе поступило в половине первого. С этого момента въезд на территорию промышленной зоны был разрешен только спецтехники. Изначально экстренные службы Нижнекамского пожарного гарнизона выехали по третьему рангу пожара, но вскоре он был понижен и снят. Оказалось, что авария произошла в 12-м цехе. Там загорелся клапан установки на нулевой секции. Пожарные зафиксировали разлив с последующим самовозгоранием сланца с гудроном. Представители МЧС уже прокомментировали ситуацию. Происходило горение на площади 2 квадратных метра. Вызову номер 3 был дан отбой. В 12 часов 52 минуты последствия пожара были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен. Угрозы для населения нет. На место происшествия приехал и сотрудник Росприроднадзора. Попасть на объект оперативно ему не удалось, но представитель федерального надзорного органа зафиксировал нарушение даже не пройдя проходную. Предметом для составления протокола о нарушении стал сильно дымящийся факел на заводе КГПТО. Конкретные вещества должны сжигаться. Конкретные вещества, да? И конкретные параметры должны быть для сжигания. Вот в данном случае, по крайней мере, визуально даже видно, что они направили запрещенные вещества. По поводу анализов, вот сейчас я, конечно, позвонил лабораторию, чтобы они выехали, отобрали пробы. За данное правонарушение предусмотрено статья 8.1 Кодекса по административных правонарушениях от 20 до 100 тысяч рублей на юридическое лицо. Сейчас на месте, где произошел пожар, работают эксперты. Они должны выяснить причину ЧП и выяснить, был ли нарушен технологический процесс. Скоро свою оценку произошедшему даст Ростехнадзор, а Росприроднадзор свой вердикт уже вынес. Осталось только узнать, какую сумму штрафа выплатит ТАИФНК. Александр Комаров, Ахри Исламов, Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok